здесь у меня уже готовые связанные подошвы вязала я их по специальному мастер-классу анатомическая подошва этот мастер-класс вы тоже можете найти у меня на канале также есть мастер-класс по вязанию простой подошвы без разделения на левую и правую выбирайте какой вам по душе и вяжите по любому из мастер-классов пряжу перед началом вязания верха нужно хорошенько растянуть на 2-3 метра вперед и так делать в процессе всего вязания вязать мы будем с вами по простой схеме по этой схеме нам нужно вначале набрать 16 воздушных петелек оставляем короткий кончик сантиметра 3-4 и набираем 16 воздушных петель 1 2 3 готово 16 петелек теперь мы вяжем всего один ряд по кругу мы находимся с вами сейчас вот здесь и нам нужно связать 14 столбиков без накида до угла первую петельку пропускаем следующую вводим крючок за заднюю полу петельку и провязываем столбик без накида и так продолжаем всего нужно связать 14 столбиков в конце остается одна непровязанная петля и здесь мы вяжем с вами 3 столбика в одно основание вяжем с вами 4 столбиков без накида до следующего вводим крючок здесь за одну полу петельку и нитку прячем вместе с вами 4 столбиков без накида до следующего угла внутри петель 1 2 3 4 и продолжаем связала 14 петелек теперь мы находимся с вами на углу опять здесь мы вяжем 3 столбиков без накида до следующего вводим крючок здесь мы вяжем 3 петельки в одно основание это последние петли вот в эту петельку провязываем 1 2 3 все закончили теперь нам нужно отрезать нитку вытягиваем ниточку из петли закрываем ряд вводим крючок вот сюда захватываем нитку и нужно теперь вернуть в середину последней петельки и кончик прячем внутри петель вот такая получается у нас деталька длина у нее 16 сантиметров и ширина 3 сантиметра и таких нам нужно с вами связать 4 штуки одного цвета цвета укладываем цвета это будут цвет тифани петельки и 4 штуки другого цвета у меня будет цвет лимонад всего 8 штук и так вот я закончила связала 8 штуки одного цвета и 4 штуки другого цвета всего 8 штуки очки вяжем короткий кончик нити вяжем воздушную петлю вяжем воздушную петлю вяжем вяжем скобой теперь в следующую петельку столбик без накида и в третий раз в следующую петельку при этом кончик нити провязываем внутри петелек готово теперь берем желтую полосочку первую из трех петель провязываем столбиком без накида следующая петель тоже желтая полоска 1,2,3 и последняя голубая петель 1,2,3 в конце делаем воздушную петельку для поднятия следующего ряда вот здесь у нас получается 12 петель теперь переворачиваем и провязываем еще один ряд просто столбиками без накида 12 петелек 1,2,3 1,2,3 теперь кончик нити отрезаем оставляем сантиметров 30-40 для того чтобы пришить потом эту часть к подошве тапочка и кончик нити вытягиваем из петли теперь переплетаем полоски вместе вначале переплетаем средние полоски кладем левую на правую затем самую крайнюю сантиметру теперь вот эту полоску кладем под желтую и затем желтую на голубую теперь эту полоску кладем вниз и переплетаем со средней и вот у нас получается готовый верх для тапочка возьмем маркер эти две средние полоски соединим если у вас нет маркера просто используйте контрастную нитку и теперь вяжем с противоположной стороны делаем первую петельку воздушной петлей затем столбик без накида 1 3 теперь желтые полоски 1 2 3 маркер можно убрать 1 2 3 и голубая полосочка последняя 1 2 3 воздушная петелька переворачиваем и провязываем еще один ряд столбиками без накида нитку вытягиваем из петли и вот у нас готова верх для тапочка соединяем верх тапочка и подошву здесь я поставила маркеры нужно отсчитать по 13 петель посередине сверху отступаем примерно 4 с половиной сантиметра и здесь петельки должны находиться ровно друг напротив друга с обоих сторон начинаем присоединять с правой стороны заводим крючок насквозь возле маркера и вытягиваем нитку на противоположную сторону таким образом мы ее закрепляем здесь мы с вами соединяем одну петлю на углу и еще 12 петелек которые у нас идут по краю и того получается ровно 13 вводим крючок в первую петельку здесь тоже делаем один шаг вперед и здесь тоже у нас один шаг вперед вытягиваем нитку наверх теперь нужно вернуть нитку обратно вниз в эту же петлю опять вводим крючок в это же основание и вытягиваем ниточку вниз теперь вводим крючок в следующую петельку и здесь тоже делаем шаг вперед в следующую петельку и здесь тоже следующая петля вытягиваем нитку наверх и возвращаем ее вниз опять в эту же петлю и так продолжаем двигаться всего получается нужно сделать 13 стежков и как раз вы подойдете к тому месту где у вас стоит второй маркер продолжаем самостоятельно закончила соединила все 13 стежков кончик нити остается с нижней стороны и теперь точно так же присоединяем вверх тапочка к подошве с противоположной стороны только здесь у нас нитка выходит сверху поэтому мы начинаем соединять сверху сначала соединяем самый угол и затем уже каждую петельку 12 петелек и того 13 петель и тоже заканчиваем здесь где установлен второй маркер и так вот и готово я соединила с двух сторон теперь кончики нити нужно спрятать и один тапочек у меня готов точно так же я присоединяю второй вверх ко второму тапочку я закончила присоединять вверх второго тапочка и вот у меня готовая пара тапочек вот такие тапочки получатся у нас по мастер-классу если вы будете делать размер меньше то можно просто уменьшить количество петель в каждой из полосочек например 15 сделать или 14 если вы вяжете детские тапочки здесь у меня получились тапочки на размер ноги 38 39 длина стельки 24 с половиной сантиметра также у меня на канале вы найдете видео о том как приклеивать резиновую подошву к тапочкам и как вязать саму подошву анатомическую или обычную и как вязать разные верхи для тапочек желаю вам приятного вязания отмечайте меня на ваших работах в инстаграме нитка.кз и мой хэштег нитка нижнее подчеркивание мк всего хорошего до свидания